Здравствуйте, мои, в отличие от снега, не тающие. Как-то глупо праздновать день снеговика без него самого, но тут уж как снег ляжет или дождь пройдет. Подзимнему вариативный нейропрогноз на четверг, 18 января. В городах Каменец и Береза днем плюс 2, в Барановичах и Малорите плюс 1, плюс 3, возможны осадки в виде снега с дождем. Жители регионов, в которых снег зимой не воспринимается как чудо природы, могут позволить себе лепку с размахом. Самого большого снеговика в мире высотой 37 метров, ваяли целых 2 недели, а сколько вязали шарфик длиной в 40 метров, история умалчивает. На снежную статую ушло 6000 тонн снега. Нет, с нашими погодными условиями у нас решительно никаких шансов побить этот рекорд. И, возможно, это даже к лучшему. Представьте, какой потоп получится, когда этот гигант начнет таять. В Ивацевичах пасмурно, плюс 2, в Кобрине, Пинске и Луминце плюс 2, плюс 3, вероятен мокрый снег. Снеговик – настолько очаровательный персонаж, что перед ним не устояла даже сверхрациональная, насквозь пропитанная формулами натура. Группа физиков однажды оторвала взгляд от земных и космических просторов и сделала снеговика на свой, ученый, вкус. Как пелось в песне, я его слепила из того, что было. В данном случае, из шариков для калибровки электронных микроскопов. Ионным лучом нарисовали глаза, нос, улыбку и явили миру своего крохотного милаху всего в одну сотую миллиметра. В Ружанах и Столине плюс 2, плюс 3, в Драгичине и Бресте плюс 3, пасмурно, снег с дождем. Не знаю, как вы, а я все-таки слеплю небольшого снеговика и не отойду от него, пока снег не начнет превращаться в воду. Народная поверь и гласит, что в этот момент следует прошептать желание, и оно гарантированно достигнет небес. И, возможно, в ближайшем будущем вместе с очередным дождем на мою счастливую голову свалится точно такое же оборудование, как у тех физиков. И тогда я столько снеговиков сделаю, чтобы на каждого желающего хватило. С вами был Богдан Завируха. Удачного дня! Берегите себя! Увидимся!